Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, что у Яны в холодильнике в тот момент, когда она собирается готовить ужин? Что? Почти пустой? Почти пустой, да А это что? Яна? Да Это маникюр мы с Соней будем делать Подождите, это похоже на что-то для магических ритуалов Таких, как бульон Фу! Купила потрошка, специально сварить бульон Очень вкусный получается именно на потрохах Потому что пробовала грудки, пробовала разные части курицы Ну не то, ну бабушки наши знали Ну они знали толк в этом Я согласна с тобой Только потрошки А продукты где? Поскольку я мама работающая, ты просто не туда полезла, понимаешь, сразу Ну я в холодильник? Времени, в холодильник, да, делится на две части Времени у меня не сильно много на всякие там приготовления, фуа-гра и все такое У меня продукты лежат вот в таком виде То есть совсем другое дело тут У нас здесь беточки, больше Это все ручная работа, это не куплено, да, в магазине Перец фаршированный, пожалуйста У нас есть блинчики замороженные Это очень удобно, Надь Вот эти как раз овощи мы сегодня будем использовать Будем делать с тобой куриную грудку с овощами На такой подушечке овощной Плюс, чуть не забыла про твое любимое блюдо Бульон Бульон Вот этих лапок Ужин отличный, некалорийный, полезный, легкий Пришла со съемок, пожалуйста, достала У тебя буквально 15-20 минут занимает вся готовка Покушала, утром проснулась довольная, не поправилась, наелась, все хорошо Начинаем готовить С чего мы начнем? Давай-ка я загляну, куда хотела Ты не против? Ну вот сюда, например Ну вот сюда, например Ты шутишь? Ну что? Ой-ой-ой Слушай, ну это же точно похоже, как будто ты готовишь всякие зелья Зелья варю, да, по ночам? В ступке растираешь Какие травы у тебя тут аромат Похоже, Надюша, да не похоже Нет? Именно в той программе рассказывала о том, что травки раскрываются тогда, когда их нужно толочь в ступе Точно Поэтому вот тебе ступа, вот тебе разные-разные травки Тут и бабушка что-то нам привозила Здесь мы что-то на базаре купили Здесь есть и чабрец, и тимьян, и мята, и базилик Так, а вот эта ступка нам даже может и во время готовки приметиться? Обязательность Я предлагаю ставить нам тимьян и розмарин Так, смотри, не будем терять время, куриные лапки я бросаю сразу в водичку Угу, варим бульон Да, сейчас будем варить бульончик Чем больше я у тебя тут рассматриваю, тем больше мне хочется еще куда-нибудь заглянуть Можно еще вот сюда? Можно, можно Все, бульон будет Да что ты будешь делать? Ну опять! Ну тут согласна, вот тут уже никуда деваться не буду, согласна Кроличья лапка и что-то... А ты даже знаешь, что это, да, кроличья лапка? Ну конечно, у меня же экстрасенсы в гостях бывают Экстрасенсы в гостях? Знаешь, для чего кроличья лапка нужна? Что экстрасенсы говорят тебе, когда приходят в гости? Ну это может быть какой-то оберег Оберег, на удачу Для специй используешь? А это не для специй, это я тебе рассказываю Битва, у меня друг, зовут Андрей Сатаненко, знаешь его прекрасно Конечно И он подарил мне жука, рассказал про жука А его можно... Очень интересную историю Древние римляне использовали головы вот таких жуков как оберег для своих детей Это жуколей И вешали им прям ожерелье из голов, представляешь? Да, для того, чтобы детки были здоровы Поскольку у меня Соня давно бы этого жука, как ты сама понимаешь, перекарманила бы Да, ты припрятала Я спрятала, конечно, подальше Но мне все равно страшновато Страшновато Да Вот так Слушай, у тебя на кухне всяких интересных предметов больше, чем продуктов А это еще не все, Надюш Единственное, что я использую действительно для ритуала, если это можно так сказать Это специальный, смотри, стаканчик заговоренный Вот где продукты твои В нем рис, в нем сахар и в нем мелочь На растущую луну я жгу палочку И таким образом активизирую энергию, чтобы всегда дома был полон стол Мы тоже так можем делать Чтобы всегда денежка водилась Конечно, обязательно И можно сейчас, кстати, его использовать Я буду тут с тобой готовить, а денежка будет водиться Палочки тоже у нас, кстати, необычные Палочки со Шри-Ланки Богатство Чувствуешь? Вот скажи, вот что ты чувствуешь? Благовоние сандалов, что ли? Сандаловое дерево, совершенно верно, к денюжке Давай уже готовить Давай готовить Кроме куриной грудки, овощей и тимьяна и розмарина Нам понадобятся специи Это сухая горчица Дальше Секретик Корица Секретик привезла со Шри-Ланки Нам понадобится яблочный сок для маринада Нам понадобится соевый соус И черный перчик Теперь, я тебе доверю самое главное, самое ответственное Будешь нарезать курочку Вернее, не нарезать, а делать в ней надрезы Ага А мы все используем филе? Мы все используем, все замаринуем Но приготовим несколько Остальные я положу в морозилку Хорошо Достань, пожалуйста, нож Я возьму досточку Конечно, и досточку, да А я пока перетолку травки Все, которые нам нужны Досточка есть А нож тут можно, да? Конечно, конечно, да Доставай нож Опа Что? Что не так? Что, что, что? Опять какие-то магические ритуалы? Нет, не магические ритуалы Я на всякий случай буду защищаться Ужать оборону Я догадываюсь, но в принципе, как ты это используешь? Естественно, ты догадываешься, потому что, наверное, и сама видела, как мама или бабушка Смазывают какие-то поржики, пирожки, да, яичным желтком Поэтому использую точно так же это и я Тогда я их положу обратно Надюш, нужно будет сделать надрезы штучки четыре Где-то до серединки Чуть глубже, да-да-да Мы туда будем класть овощи наши Отлично Так, я беру сухую горчицу Это для маринада, поэтому количество здесь, ну, не по щепотке, здесь больше И перетираю эти специи Почему мы добавляем корицу? Зачем мы добавляем корицу? Ее же обычно в десерте Я подсмотрела у местных поваров на Шри-Ланке во время отдыха, что же они такое кладут Потому что привкус был однозначно корица Спросила, корицу кладете в мяско? Они говорят, да, мясные блюда мы не любители Но если мы делаем какую-то курочку, это обязательно должно быть что-то такое Спешл-спешл, поэтому добавляется немножко корицы Для пикантности и для аромата Так, у меня травки готовы Мы добавляем перчик Надюш, теперь нужно подсолить нам курочку Кипит у нас бульон Мы его делаем чуть меньше Снимаем пену с бульона 15 минут варим бульончик, забываем о нем и выключаем его Я тебе отдаю вот эту волшебную смесь Которую ты смазываешь, обмазываешь грудки со всех сторон Первое, я понюхаю Покажи Теперь я понимаю, что корицу надо обязательно добавить Представляешь? Это просто чудесно Так, я пока возьму мисочку Чтоб мы поместили наши грудки То есть нам, по сути, осталось, Надюш, овощи вложить в наши грудки И залить это все маринадом Так быстро? Очень быстро, да Приходишь с работы уставшую? Вот, конечно Куда готовить? Вот скажи, котлеты, борщи? Ну, куда это делать? Знаешь, некоторые так и думают, наши зрительницы, вот которые письма пишут Что либо вообще не ест, и поэтому такая строя А как жить тогда? А я не знаю Солнечной энергией питаться невозможно Не научились То есть ты ужины не пропускаешь? В основном нет Если это съемочный день, то, конечно, да Потом мы берем посольку Помогай мне, пожалуйста И вот так красивенько, в разрезике Слушай, ну а может быть есть какие-то заговоры, приговоры? Наши зрительницы интересуются Говорит, может быть есть словечки волшебные, после которых можно есть все, что хочешь и не поправляться И не поправляться? У тебя есть что-то такое? Это какие-то фантастические фильмы они, наверное, смотрят То есть это невозможно? Может быть, это и возможно, но я таким способом не обладаю Я за здоровое питание, за спорт Дальше что мы делаем? Мы помещаем эти филешечки вот так вот, смотри Также мы сделаем еще несколько филешек с тобой, ты мне поможешь, хорошо? Теперь заливаем это маринадом Сначала яблочным соком А потом соевым соусом Есть, вот такая красота у нас получилась Долго будет мариноваться? 15 минут буквально тебе хватит, надежно, для того, чтобы это уже было мягенько и сочно А мы пока что поделаем? Мы это отставляем Давай мы помоем руки, и я тебе покажу свою квартиру А давай сейчас Надюше покажем, как мы живем Давай Пойдем, пойдем, пойдем Так, Сонечка, давай посмотрим, что тут есть Ой, какие слоники Да, на Шри-Ланке привезла вот такую картину Это хендмейд Слушай, но я так понимаю, что ты же просто так не покупаешь картину Ты что-то почувствовала в ней особенно? Естественно, девушке, которая одинока, это и тебе, и мне нужно знать Нельзя ни в коем случае картины во весь рост Или лицо там, где ты одна Или, например, картина с изображением чего-то одного Поэтому если это слоны, то это целая семья У нас есть мама, у нас есть слоненок, у нас есть папа А эти сувениры откуда? Это из Турции подставочки Это я сама когда-то делала Соня плохо спала И я плела такой ловец снов И помогло? После этого она стала очень хорошо спать Сонечка, ты уже хорошо спишь? И, в общем-то, надобность отпала в спальне Я перевесила его сюда Все это работает, да? Ну, давай посмотрим, что еще интересное есть Что еще интересное? Пойдем А вот Глаз зацепился где? Вот, да? Да А ну, сяди сюда, чтобы ты тоже видела Уже много чего Итак Тут у нас яичко Тут у нас яичко С Богом Да С Богом Моя мама подарила мне Это все, что осталось от нее Мне на память Вот этот Будда Он тоже со Шри-Ланки Привезен с храма Куплен на территории храма Такой спокойный Ну, естественно Они там все такие Да, да Морепродукты, слушайте, у них Ну, ананасы, кокосы А чего беспокоится? Чего парится, естественно, да А вот это вот Я не пойму, что это Значит, это вулканическая порода Это оберег Так это с собой нужно носить Или где-то в доме положить? Это в доме перед входом Ага Это такой защитный оберег у меня А наверху это подарок Друга моего Из Венеции Ну и, конечно, вот стою И все время чувствую, что у меня за спиной Что-то красивое Красное Красное Шары Да так много шаров Да? Что это за праздник у вас был, ребят? Да, у мамы вот устраивают Экспромт Каждый день практически Подарок? Подарки Просто так Мужчины, фанаты Люди, которые вот просто встретили Цветочек подарили, догнали То есть очень приятно на самом деле Я представляю, как тебя догнали С такой кучей шаров Догнали, догнали Да, да, да Убежать не дали Веди нас, Сусанин Веди нас, герой Давай Пойдем, Надюша, покажем Свою комнату Давай Ой, тут Сонина царство А ну покажи, что у тебя тут Я хочу пингвину дать лекарство Потому что у него кашель Чуть-чуть приболел? Да Я так понимаю, Яночка, что Соня Ребенок, который может сама с собой играть Выдумывать истории Абсолютно верно Прелесть Только нужно создать простор для деятельности А вот сердце, чтобы слушать Конечно А скажи, Соня, может ты уже решила, кем ты будешь? У тебя вот есть Доктором буду Все-таки доктором И что ты будешь лечить? Сердце, зубы, что? Пингвин Это ветеринар получается Да, я буду Я буду моего пингвина лечить Хорошее дело Молодец Пошли вместе с пациентом С Надюшей Я покажу свои сокровища Дочь, помнишь, что мама Когда на битву ехала Обещала привезти тебе Помнишь? На татуэтку Привезла? Я так переживала Что вдруг ты не выиграешь Смотрите Это тот самый символ победы Подарок, который получает Лучший экстрасенс Действительно тяжелый Честно говоря Я даже не думала Что когда-то удастся Подержать в руках Сколько ты сил Приложила для того Чтобы это было у тебя Сколько слез Сколько бессонных ночей Разлука с ребенком Оно тяжелое Не только потому что Оно весит много Понимаешь? Оно тяжелое Потому что это Очень тяжелая победа Скажем так Спасибо Надюш Продолжаем готовить? Да Пойдем Курочка замариновалась? Красавица Смотри какая Собираем нашу курочку Трансформер Нам для этого понадобится Два рукава Почему два? Потому что мы еще с тобой Добавили три курочки И положили их сюда же В маринад Смотри Зачем рукава? Обычные рукава для запекания Обычные рукава Совершенно верно С одной стороны завязаны ниточкой С другой стороны нам понадобится Тоже нитка Она находится там Где перышки твои любимые были Да И там же ножницы Сразу же доставай Смотри Одну порцию мы сделаем Для меня в морозилку На следующий раз буду кушать Тебя вспоминать Значит смотри Мы берем овощи И накладываем Овощи у нас будут на дне Над ними будет курочка Да Ты говорила Что у нас будет куриная грудка Маринованная на подушке из овощей Я запомнила Да Да Очень красиво Звучит Звучит как ресторан Ну я набралась просто С твоей передачи Понимаешь Вы готовите Там всякие разные слова Непонятные говорите Это очень приятно Теперь я буду делать Давай Давай я держу Пока ты кладешь овощи Я начинаю класть грудки По одной Слушай Ну пока мы тут с тобой Сколько у тебя, две? Две Занимаемся кулинарией Ты же мне расскажи Ну ты же, наверное, жутко устаешь Такие нагрузки на съемках У тебя много клиентов Людей, которым ты помогаешь Да, знаете, много И ситуации не самые сказочные Да Для меня участие в твоей программе Это, знаешь, отдых и радость на самом деле Я Тоже так думаю Ты можешь себе представить Устаю жутко Эмоционально сложно Но когда приходишь домой И когда бежит к тебе навстречу Вот это маленькое чудо И кричит Мамочка, мамочка Я без тебя не могу Мне без тебя скучно Я тебя люблю Ты у меня самая красивая Ты у меня самая лучшая Сразу так Оп И красота И готов дальше идти И покорять, в общем-то, новые высоты Так, значит, мы берем бульон И заливаем его И заливаем его В рукав Вот так Добавляем сочности Добавляем сочности Совершенно верно Достаточно нам будет Два половничка Нам будет достаточно Курочка у нас промаринованная Там немножко маринада есть Ты делаешь то же самое Да Ну, Соня действительно Замечательная девочка И ей пять лет А я где-то слышала Что именно в этом возрасте Уже можно определить Передались ли вот эти твои способности По наследству Или девочка будет Чем-то другим в жизни Как она сегодня сказала Я буду лечить пингвинов, да? Лечить Да, безусловно Она может выбрать себе Любую профессию Я ее в этом поддержу Но на сегодняшний день У девочки уже есть способности Да Да, был такой случай Я ждала своего друга Который должен приехать к нам На черной машине У него черный автомобиль Соня говорит Мам, сейчас приедет наш друг На красном автомобиле Я говорю Нет, доченька, на черном Она забыла Она говорит Мам, ну послушай меня, пожалуйста Ну, на красном Приезжает мой друг На красной машине Да ладно У меня вопрос Извини, я опоздала Потому что машина сломалась Я такси взял На красном такси А она это почувствовала И таких ситуаций очень много На самом деле Очень много А что за друг? Друг? Ну, в смысле Друг-друг или друг-друг? Не, ну если бы был друг Вот так, друг Я бы тебе сказала Что это мой парень Или это мой там Мужчина-жених Я не знаю Нет, друг Пока друг Ну, когда подруга приходит на ужин Невозможно же не поговорить о мужчине Сто процентов Да, сто процентов Так что же с ними? С мужчинами? Да Тема тебя не оставляет, да? Вот когда я встречу Большого и сильного мужчин Сильнее меня Вот ты первая об этом узнаешь Я тебе обещаю Я с ним за ручку приду К тебе на все будет добро Ты же как человек Который чувствует Что будет происходить в будущем Наверное, и в этом смысле Со своим будущим разобралась Сделала расклад Расклад и себе на мужика На своего будущего Надюш, конечно Я знаю, какой он будет Я знаю, как это произойдет Я не могу сказать точно Когда это произойдет И поскольку это не скоро Я тебе так скажу Это не послезавтра А, не скоро? И до вот того самого Будут еще, как ты говоришь Друг-друг Вот Поэтому Ну, сейчас пока не о чем говорить Ну, зато ты можешь Спокойно ждать и не волноваться Совершенно верно Скажи классно Могу тебя посмотреть? Да? Ты думаешь? Угу А что? Вот я с одной стороны Знаешь, я так и побаиваюсь немножко И как-то не верю чуть-чуть А с другой стороны Любопытство же Ну, не смогу отказаться Да? Да Обязательно сходим с тобой, да? Вот мы сейчас засунем в духовку Нашу курочку и пойдем Да, одну я сейчас отправлю в морозилку Я для этого возьму Прекрасно Это же шикарный полуфабрикат Да Готовое блюдо Да Какая ты молодец Так, а это мы ставим на противень Духовку Включаем на 180 градусов И помещаем это на 30 минут Будет время погадать Полчаса не погадать, а сделать расклады Ой, извини, пожалуйста Что гадать, мы так все знаем Пойдем Чуть-чуть еще о тебе поговорим Давай Конечно, все зрители битвы экстрасенсов Так же, как и я Видели твою историю Знают, как тяжело тебе приходилось в жизни Как бы странно и дико, наверное Это не звучало и не выглядело Я же человек со сверхспособностями Но который о себе ничего не знает И ищут своих родителей А помог ли каким-то образом проект? После проекта что произошло? Да, и, кстати, никто об этом не знает Потому что после проекта Когда была последняя серия битвы Я просила о том, что люди Если есть какие-то знакомые Кто-то знает папу, маму Вот фотографии Пожалуйста, расскажите Позвоните, найдите меня И такие люди нашлись И я по частичкам сейчас восстанавливаю Историю своей семьи Я узнала, что мой папа Его сбила машина Была авария ужасная Я нашла могилу отца Я искала всю жизнь могилу отца Я поставила памятник папе Я езжу регулярно теперь к нему После этого я нашла брата двоюродного У моего отца был брат У которого есть сын Мы переписываемся Братик, сестричка Ну это потрясающе Вот всю жизнь понимать, что ты один У тебя никого нет А здесь у тебя появляются родные люди Как здорово, что тебе проект Да, я очень сильно благодарна Ну что ж Я тоже морально готова Подготовилась Давай 2017 год Что ждет 2017 год Вы прям все узнаете сейчас обо мне Даже то, что я еще сама себе не знаю Рыбалка я смотрю какая-то Насколько я разбираюсь в картах Тару Или шутить нельзя во время сеанса Сейчас мне чувствуется будет не до шуток Что-то я нервничаю О! О! Что? Надюша! Ну? Загадала на Новый год Надя себе материальное что-то большое Покупку Очень крупную Надя Да Ответ Да Спасибо Это будет осень-зима Ура-ура Дальше Это первая хорошая новость Вторая хорошая новость У нас уже весна Мужика, который старше тебя У тебя есть другие люди в окружении Которые близкие Они тебе помогут и подскажут Поняла Все Табу Здоровье, Надежда Здоровье сейчас пошло Спинка, пожалуйста Голова, пожалуйста Голова Все вроде на месте А что? Обратить внимание Обратить внимание Да Это слабые места Которые Голова Это давно мое слабое место Молодец Спасибо Вот давай сейчас я тоже погадаю Давай Вот сейчас на готовность курицы Слышишь запах уже? Точно Я сейчас вытягиваю карту Давай И мы по карте определим Вкусная у нас будет курица или нет Давай, давай, давай Легкая у меня рука Гениальная идея Оно, оно, оно Оно, оно, давай Оп О, боже мой Вы посмотрите Три человека Три персонажа С чашечками Празднуют Я, ты и Сунечка Побежали на кухню праздновать Ура 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 Побежали После таких обещаний У меня разыгрался аппетит Готова она? Я думаю, готова наша курица Сейчас О, какая красота Я уверена, что у нас сегодня будет замечательный ужин И пока, Яночка, ты будешь накрывать на стол Я напомню, как мы готовили это блюдо Для приготовления куриных грудок на овощной подушке Нам понадобятся Куриные грудки Смесь заморозленных овощей Со стручковой фасолью Куриный бульон Соевый соус Яблочный сок Сухая горчица в зернах Корица Розмарин Тимьян Соль и перец по вкусу Куриные грудки промойте Сделайте на каждой поперечные надрезы Смешайте горчицу, корицу, розмарин, тимьян и перец Перетрите их в ступки Посолите каждую грудку Натрите смесью специй Замороженную стручковую фасоль Заложите в разрезы Залейте грудки яблочным соком И соевым соусом Оставьте мариноваться на 15 минут В руках для запекания Положите замороженные овощи Начиненные грудки Залейте внутрь немного куриного бульона И завяжите Запекайте грудки с овощами В духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут Шикарное абсолютно блюдо получилось И аппетитное Я хочу попробовать, как курочка промариновалась То есть нравится тебе блюдо, как выглядит? Красиво! Я на правах гостей, конечно, буду угощаться А ты, моя дорогая Давай подведем итоги все-таки Какие секреты твоей стройности связаны с ужином С правильным ужином Чтобы я запомнила, как и мои зрители Надюш, секреты просты Во-первых, не переедать Это очень плохо для организма в целом Не только для твоей фигуры Если кушаем после шести Ужинаем только вот таким правильным способом Овощи или курица, или рыба Я тебе скажу, что это не только здоровый ужин Это еще и изумительно вкусный ужин Курица такая сочная Филе же часто бывает суховатым Красота! Вкусно было? Да? Вкусно было? Действительно, после такого ужина И легкость есть, и сытость одновременно Вот тебе и покушали Как-то мало Скажи? Мало покушали? А у меня тогда есть прекрасная идейка По десертику Такая хитрая идейка, Надюшечка Не умею я еще заговаривать калории Не умею это делать, колдовать над лишним весом Тортик у нас остается до завтра Если ты хочешь, мы с тобой поделимся с собой Один кусочек Спасибо, нет Да, доченька? А сегодня мы вообще не будем тортить Тебе можно кусочек Тебе кусочек можно Ура! Класс! Ура! Один, что мы можем себе позволить, Надь Это по вишенке По вишенке Позволим? Давай, позволь Уже молодцы За стройность Спасибо огромное А уже завтра мы с вами отправимся на ужин Королеве десертов Которая целый день проводит среди сладостей И при этом никаких лишних килограммов Мне очень интересно, как ей удается И вообще, что она готовит своим близким на ужин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому